МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики и студий Чингис Тихонов. Почти каждый из 10 национальных проектов, в которых участвует Калмыкия, включает в себя множество важных для повышения качества жизни жителей региона строек. Многие из них должны стать знаковыми для дальнейшего развития Степной Республики. Вопросы их реализации обсудили с участием членов Кабинета министров, глав районных муниципальных образований и представителей подрядных организаций. Так, сроки возведения здания поликлиники в Гордовиковске, строительства сельских домов культуры, объекта водоснабжения в районах Калмыкии решено ускорить. Подрядчики представили подробные графики и планы дальнейших работ. Особое внимание уделили капитальной реконструкции дачи Гордовикова в Элисте. Премьер Геляна Басхамжиева отметила, объект является флагманским проектом, ведь с этим местом навсегда связана наша историческая память. Он должен открыть свои двери для молодежи Республики до конца года. Кроме того, на физкультурно-оздоровительный комплекс калмыцкой столицы в рамках регионального проекта «Спорт, норма жизни» и новую школу в микрорайоне «Молодежный» на 600 мест в рамках регионального проекта «Современная школа» благодаря главе Калмыкии Батухасикова привлечены федеральные средства в объеме полутора миллиарда рублей. Кроме того, к концу 2023 года в Республике будет отремонтировано более 160 километров дорог, а при плане 109 тысяч квадратных метров нового жилья в рамках национального проекта «Жилье. Городская среда» он уже превышен более чем на 10 тысяч квадратных метров. Работа на всех строительных объектах Республики не останавливается. Также на совещании были обсуждены новые планы на грядущий 2024 год. На предстоящей международной форуме выставки «Россия» в Москве калмыцкими предпринимателями будет представлена не только продукция из калмыцкого мяса, но и рыбная. Индивидуальный предприниматель Анна Селезнева более 15 лет занимается переработкой даров моря. В настоящее время компания на постоянной основе представляет большой ассортимент рыбной продукции. Более 10 видов – как очищенная и разделанная, так и замороженная. Кроме этого, на ВДНХ будут представлены и полуфабрикаты. Рынки, они меняются, они очень активны, они очень интересны, их интересно исследовать, интересно работать с новыми клиентами, меняются технологии, машины, которые мы используем, ингредиенты, которые мы используем, даже люди меняются. Поскольку мы развиваем снековую продукцию активно, культура потребления снека, слава богу, растет. То есть люди уже хотят открыть пакетик, аккуратненько, не пачкаясь, положить с собой в сумочку и пойти на стадион посмотреть футбол. Или дома открыть пакет, но он уже больше, выложить все это в какую-нибудь вазу и спокойно, семейно посмотреть кино. То есть вот это потребление, оно растет. Люди уже уходят от классических стандартов, стереотипов, им нужно быстро, вкусно и удобно. Поэтому, конечно, снек сейчас впереди. Мы должны понять, что хочет наш покупатель, какой вкус, какой цвет, какой запах, какая консистенция. То есть мы должны это услышать напрямую от покупателя, от конечного потребителя нашего. Благодаря Центру поддержки экспорта Калмыкии компания приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков России и Восточной Европе «Продэкспо», где заключила международный контракт на поставку продукции за рубеж. Это позволило увеличить объемы поставок и нарастить производственные мощности, а также создать дополнительные рабочие места. Работаю здесь два года. Мне очень все нравится. Оборудование, сотрудники, начальство. Я упаковываю, укладываю и маркирую. Дети едят продукцию, взрослые, все. Катурально чистая, экологически полезная продукция. Коллектив у нас очень дружный. Руководство тоже очень доброе, доброжелательное. Когда беда, они всегда руку своей помощью протянут. Даже у меня был случай, я попала в больницу, они меня... Ну, наша часть меня не бросила. Коллектив всегда тоже поддержал. Мы выполняем разные продукты. У нас и соломка, у нас и чипсы, и шашлык, и карамель, и карась, и лещ. Все очень вкусно. Я даже не хочу отсюда уходить. Это наша большая дружная семья. Ежегодно 19 октября отмечается День образования службы криминалистики. За десятки лет эта служба достигла профессиональной зрелости, зарекомендовала себя как неотъемлемая и необходимая часть следствия. Каждый офицер подразделения отличается нестандартным подходом к расследованию уголовных дел. О деятельности криминалистов в нашем материале. В прошлом году житель соседнего региона временно проживал на территории животноводческой стоянки, расположенной в Калмыкии. Испытывая финансовые затруднения в целях личного обогащения, он совершил ряд преступлений, в том числе убийства двух жителей республики. На животном стоянке был обнаружен труп мужчины. И в ходе осмотра места происшествия было установлено еще одно тело погибшего. То есть совершено было двойное убийство. Фигуранта у нас не было. То есть неизвестно было, кто совершил это преступление. Но благодаря взаимодействию, так же мы всегда взаимодействуем с органами внутренних дел, благодаря этой слаженной работе отдела криминалистики и МВД республиканского, у нас был установлен фигурант, который являлся не местным жителем, то есть не из республики Калмыкия. Его никто не знал. Но благодаря тому, что мы вовремя отработали, допросили всех свидетелей, которые могли что-то слышать, видеть, был установлен автомобиль фигуранта, в автомобиле установили его личность, также было установлено, куда он сбыл, значит, имущество, которое похитил, вот, и его вина была доказана. Это один из многих примеров деятельности подразделения криминалистики. Благодаря их работе оперативно и качественно расследуются преступления, осуществляется психофизиологическое исследование участников уголовного процесса, а также предоставляется криминалистическое сопровождение следователям всех подразделений следственного управления. Помимо этого криминалисты обучают молодых следователей и студентов юридического направления. Прокуроры-криминалисты ведут криминалистическое сопровождение предварительного расследования по уголовным делам, именно относящимся к подследственности следственного комитета. То есть, объясню детально, это криминалисты, у них имеются свои тактики и методики расследования тех или иных видов преступления. То есть убийство, допустим, у них отдельная методика расследования данных преступлений, экономические, ну, к криминалисту как бы не относятся, но все равно они какое-то сопровождение проводят. Криминалисты, они сами не проводят эти экспертизы, они их только назначают и помогают следователю, чтобы при осмотре места происшествия были собраны все необходимые и все достаточные доказательства, то есть чтобы следователь смог собрать все улики. После обнаружения трупа, это обычная процедура, следователь, вернувшись, постановление направляет труп на время медицинское исследование. Ясное дело, что обстановка, в ходе которой был обнаружен труп, она позволяет следователю сделать какие-то предположения и поставить вопросы его интересующие. И уже в ходе судебно-медицинской экспертизы, эксперт, в ходе исследования трупа, он дает ответы на множество вопросов. Сотрудники отдела криминалистики, следственного управления, целеустремленные и принципиальные работники всегда выполняют свою работу добросовестно. Кроме того, они на регулярной основе проводят занятия со студентами Калмыцкого госуниверситета. Благодаря таким лекциям и практикам, ребята, еще будучи на стадии обучения, понимают, чем они будут заниматься в органах следственного управления. Как отмечают сами студенты, понять и осознать деятельность криминалиста проще, когда об этом рассказывает сам сотрудник. Очень много выполняют работы специалисты. И сегодня конкретно нам рассказали, что делают следователи, чем их работа отличается, например, от тех же судебно-медицинских экспертов. На практике намного проще получать материал, нежели чем, когда изучаешь его самостоятельно или при помощи преподавателя. Когда видишь, намного проще говорить о работе и делать для себя какие-то выводы. Поэтому, несомненно, интересно. Думаю, что в будущем, надеюсь на то, что свяжу работу свою тоже с деятельностью следователя. Такие мероприятия, естественно, очень важны для студентов, так как они помогают определиться с будущим выбором профессии. И желательно будет таких мероприятий побольше. И в разных, естественно, сферах, не только в Следственном комитете, но и в других сферах госуправления. Это поможет немножко расширить кругозор для студентов, для выбора будущей профессии. Занятия по криминалистике мы проводим со Следственным комитетом регулярно. Это стало хорошей традицией. Данные занятия всегда очень интересны и познавательны для студентов. Способствуют лучшему усвоению учебного материала и, конечно же, помогают в дальнейшем определении студентов в выборе будущей профессии. Криминалистика возникла в рамках уголовно-процессуальной деятельности как средство при расследовании преступлений. Вот уже более 60 лет они доблестно исполняют свои обязанности и стоят на страже справедливости. Алтана Кононова, Чарубашаев, информационная программа «День республики». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала. Смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке и в IP-дивизионной.рестелекома, на сайте kalam.tv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова